Дорогие друзья, вы с холистическим психологом здесь про здоровье. Сегодня говорим про дисбактериоз кишечника и, соответственно, когда микрофлора человека в дисбалансе, что ощущает человек и, соответственно, что он может чувствовать. Во многих случаях бифидолактобактерии нужны для того, чтобы вы вообще комфортно себя чувствовали. Если не хватает бифидолактобактерий, то человек становится обычно раздражительным. У него хуже работают нейромедиаторы, соответственно, хуже работает детокс. И из-за этого могут быть проблемы с различными системами. Соответственно, если мы говорим про кишечник, то здесь мы понимаем, что он выполняет иммуномодулирующую функцию. И кишечник считается самым большим органом иммунной системы. Соответственно, регулирует поведение микрофлора и принимает участие в гармонии сна, гармонии радости, мелатонине. Все это история с микрофлорой. Бывает так, что микрофлора патогенная, и человек часто чувствует раздражительность, нарушение синтеза серотонина. Нет каких-то радостных моментов. Соответственно, все это история обычно дисбактериоза. И бывают даже неврологические нарушения из-за этого, расстройство сна, раздражительность. И, соответственно, причины совершенно разные. Хронические заболевания ЖКТ, пищевые отравления, острые кишечные инфекции, несбалансированное питание, паразиты. Соответственно, стрессы, плохая экология, нарушение иммунитета. И все это идет и коррелирует с синдромом раздраженного кишечника. Соответственно, восстановление микрофлоры кишечника, это не только противопаразитарная программа. Это здоровье ЖКТ, как основа, которую я даю своим клиентам. И, соответственно, работа с симптомами. Напоминаю, что в организме бывает так, что микробиом человека очень-очень уникален. И в мире совершенно бывают разные вещи, которые создают некоторые проблемы. И когда вы нервничаете, когда вы стрессуете, когда вы паникуете, микроорганизмы это чувствуют и погибают. Тут вроде бы простая вещь, но нет. Другой момент. Неправильная еда тоже, ну, как бы еда, которая тяжело усваивается, либо ЖКТ не в порядке. Опять же, такие возникают проблемы с кишечником. Соответственно, кишечник выполняет разные функции усвоения витаминов, минералов. Помогает в абсорбции кальция, синтеза витамина Д, витамина С, К. Улучшает всасывание железа, синтез гормонов и биологически активных веществ. Соответственно, идет через желудочно-кишечный тракт, печень. И создает качественную историю. Соответственно, все это работает. И когда мы говорим с вами про восстановление кишечника, мы с вами говорим про восстановление мозга. Вот пишите вопросы, с радостью вам отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok